Абу Вайнс или Доник Вайнс? Доник Вайнс. Мент или милиционер? Милиционер. Конор или Хабиб? Хабиб. Реал или Барса? Барселона. Клубника или Малина? Клубника. Скопировать или создать? Создать. Адидас или Найк? Найк. Мама или папа? Мама. Плов или самца? Плов. Галакси или айфон? Айфон. Убежать или подраться? Подраться. Чики-брики или дононзыки? Дононзыки. В кредит или накопить? Кредит. Пирожное или мороженое? Мороженое. Блогер или СММщик? СММщик. Лео или Сивиша? Сивиша. Ипподром или Урикзар? Ипподром. Роллтон или Бигбон? Бигбон. Контер или Танки? Танки. Путин или Трамп? Трамп. Готов ли честно отвечать на все вопросы? Готов честно отвечать. Ты свободен? Нет. Сколько тебе лет? Мне 20 лет. Какой ты национальности? Я узбек. Кем работаешь? Я работаю СММ-менеджером. В какой школе учился? Я учился в 282. Школьное прозвище? Тескорск. Тебя когда-нибудь били или унижали? Да, было-было. В школьные времена меня в основном меня очень много били. Твоя первая любовь? В 14 лет. Ее звали Шахризода. И мы с ней встретились долгое время. Ты националист? Нет, вообще. Родившийся в Узбекистане обязан знать узбекский язык? Я так не думаю, потому что когда-то я был в Турции и, например, я не знаю турецкий язык, но мне приходилось общаться с местными. Но я зато знал немножко английский язык. И как-то я справился. И люди, которые приезжие, думаю, они не обязаны, если им трудно. Служил? Нет, не служил. Патриот? Да, патриот. Вот. Патриотизм для меня это любовь к стране, потому что с детства там президент, на телеке, бабушки, дедушки, папа, все говорили, что патриотизм это любовь к Родине. Вот из-за этого для меня такое понятие. Веришь в гороскопы? Вообще не верю, это просто полная чушь. А в Бога? Бога верю, альхамду лилля, я мусульманин. Держишь уразу? Да. Сколько раз молишься в день? Я не молюсь из-за того, что у меня по времени никак. Если ты не начинаешь молиться, ты должен уже не останавливаться. А если у тебя будет пауза, лучше не молиться. По работе я никак не могу. Веришь в инопланетян? Да, верю, я обожаю космос. Ты сам себя обеспечиваешь? Да, с 14 лет. Первая твоя работа? Моя первая работа, я продавал бутылки. Бывают же макалатуры, да? Я всех собирал, алкоголь и так далее, и отдавал на макалатуру. Потом я себе все покупал. Там, канцелярию, одежду для школы и так далее. Сколько тратишь денег в месяц? Полтора тысяч долларов. Сколько зарабатываешь? Больше две тысячи долларов. Сколько ты получил пожертвований от подписчиков и на что? Я получил на таргетированную рекламу от подписчика 100 баксов. Сколько стоит у тебя реклама? Сейчас, на данный момент, вайн в ленте стоит 500 баксов. Много рекламы? Да, много достаточно, но я стараюсь работать только с мировыми брендами. Ходил к проституткам? Вообще нет, и моя религия это не позволяет, и я сам не люблю это. Ты из богатой семьи? Я из средней семьи. У нас есть квартира, у нас есть машина, но не каждый день у нас в холодильнике есть йогурт. Самый дорогой подарок от девушки? Самый дорогой подарок это набор, там толстовка, парфюм, аксессуары, там часы, вот такие вещи маленькие, ну, около 150 баксов. Самый дорогой подарок, который ты делал девушке? Это был телефон, когда я со своей бывшей гулял на улице, нас очень сильно гопанули ребята там, злодеи, и украли наши телефоны и так далее. И мне было стыдно за это, и я ей в кредит купил Xiaomi за 200 долларов. Какой у тебя телефон? У меня телефон сейчас iPhone 11, вот там стоит. У тебя есть машина? У меня, да, машина есть, Matisse. Сам купил? Да, абсолютно. Воровал? Воровал деньги у мамы, чтобы в комп отгонять. Какие проблемы у тебя с правоохранительными органами? Слава богу, у меня проблем никаких нету, но я очень много с ними сталкивался по работе. Каким образом? Что происходило? Например, моя основная работа это съемки, да, получается. Я снимаю везде, например, в государственных зданиях возле, там рядом где-то. И мне подходили, говорили, что здесь нельзя снимать. И я с ними как бы бывал на конфликте, что типа где, как написано, но потом я все равно не снимал. Какие у тебя есть проблемы с нервами? У меня есть нервный тик, когда у нас бывает форс-мажорная ситуация, у меня глаза прям пипикают. За что-нибудь тебе стыдно? Знаешь, мой самый прям стыд это было в школьные времена, когда я первый раз вышел на сцену и я пел песню. Waving Flag. Я точно сейчас не помню, как эта песня была, но мне было прям стыдно, потому что я пою, как наши многие узбекские артисты. В чем твоя неповторимая особенность? Я умею слушать людей. В чем ты лучше остальных? Я не лучше, я как все. Сколько девушек у тебя было? Пять. Насколько ты ревнивый? Я вообще не ревнивый. Слово ревность для меня это синоним слова недоверия. Ты изменял? Да. Тебе изменяли? Да. Плакал из-за девушки? Было, да. Когда я первый раз расстался. Каким образом ты ловил из-за измены и как тебя ловили? В основном только переписки. Какие песни слушаешь после расставания? Я всегда в любых положениях слушаю только Трэвиса Скотта. Ел свинину? Нет. На что ты не готов ради близких? Я на все готов ради близких. Попасть в рай твоя цель? Я бы так не сказал, но по крайней мере я стараюсь жить, чтобы попасть в рай. Девственная семья имеет значение? Нет, для меня вообще нет. Жена должна быть узбечкой? Да, потому что родители этого хотят, но хотел у моего брата таджичка же девочку. Смог бы жениться на девушке с ребенком? Нет. Поднимал руку на девушку? Нет, нет. Что будет запрещено твоей девушке? Я бы ничего не запрещал ей, но я бы хотел, чтобы она не одевалась прям слишком открыто. Там шортики, лямки и так далее. Подкатываешь к девушкам? Нет, вообще после расставания я никому не подкатываю. Сидишь на сайтах знакомств? Да, на Баду, Чилю там. Часто тебя отшивают? Нет. Часто смотришь порно? Да, но не за то, чтобы там насладиться, но за то, чтобы быть опытным, что-то изучить, чтобы я себя чувствовал увереннее. Парень должен платить за девушку? Конечно, сто процентов. У вас с женой должна быть одна религия? Да. Есть ли плагиат в твоем творчестве? Смотри, я бы не сказал, что это плагиат. Например, я увидел какой-то ролик, я взял концепцию и адаптирую на узбекский сегмент. И я его снимаю и выкладываю. Вот это не прям стопроцентный плагиат, но есть. Какие у тебя проблемы из-за роликов? Я очень много судился со звездами, и у меня были большие проблемы. Как ты относишься к тем, кто судился с тобой? Я на них смотрю нейтрально. Я в каком-то смысле рад из-за того, что они себя любят, но мне и одновременно жалко из-за того, что они не понимают юмор. Ты свободен в творчестве? Да, абсолютно свободен. Кто обычно с тобой судится? Звезды? Ну, не прям такие, как Юдус Монова, Зотбег Назарбек, но меньше рангов, которые думают себя звездами. Вот с ними я судился. У тебя будет пышная свадьба? Нет, вообще. У меня будет банкет. Вот чисто шведский стол, 50 человек, бокальчики, все. Наши традиции устарели? Да, они устарели, и я бы хотел убрать некоторые наши вещи, чтобы сократить и чтобы было весело. Потому что когда-то я вел свадьбы, и, честно, есть такие традиции, которые на сегодняшний день, они прям не нужны. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Конечно верю. У меня есть моя самая близкая подруга Хунзой, я тебя очень сильно люблю. Аборт – это преступление? Аборт – это преступление. Чтобы не было абортов, пожалуйста, не трахайтесь. Если трахаетесь, пользуйтесь презервативами. Кто виноват в домашнем насилии? Ну, есть узбекская поговорка такая. Харс и кихолданчхады. Так что, мие. Как относишься к лесбиянкам и геям? Я отношусь к ним нормально. Прямо мне неинтересно. Но я бы хотел, чтобы они жили в отдельном острове. У тебя есть друзья или знакомые другой ориентации? Да, есть. Есть. Как относишься к однополым бракам? Смотри, если они женятся за то, чтобы как бы приютить какого-то ребенка и чтобы жить как семья. Да, окей. Я не хочу, чтобы дети как бы росли в детских домах. Но если просто так, типа по кайфу, нет, я вообще против. Если твой сын будет другой ориентацией или твоя дочь? Я бы это в каком-то смысле принял, но я постарался бы объяснить. Кто такие для тебя шлюхи? Шлюхи это, которые одновременно общаются с парнями, например, с несколькими парнями. Количество бывших парней имеет значение у девушки? Да. А количество партнеров? Да. Какое количество нормально, а какой уже перебор? Смотри, если там 40 тысяч, там это прям уже все, перебор. Ну, если там максимум 2, там можно терпеть. Секс без отношений, это нормально? Это нормально. А секс на первом свидании? Это плохо. Количество бывших девушек у парня имеет значение? Да. Спал с детственницей? Да. Во сколько лет нормально терять детственность девушке? Там 21-25. А парня? 14. Три лучших блогера из Узбекистана? Абу Вайнс, Доник Вайнс, Митт Вайнс. Бреешь ноги? Нет, вообще. Носишь женскую одежду или носил? Смотри, когда я снимаю ролики, да, мне приходится войти в образ какой-то женский. В такие моменты одеваю, но а так просто нет. Пользовался косметикой? Да, мы снимаемся в сериале и нас постоянно вот гримируют. Все девушки любят бабки? Не все, например, моя девушка нет. Даешь деньги в долг? Даю. Сколько тебе должны? Ну, если посчитать, в общем, больше 5000 баксов. Ты должен быть правильным? Я, по крайней мере, должен постараться. Ты красивый? Я скромный. Любимое матершинное слово? У нас в кругу есть такое слово, эй, мол, это значит, эй, корова, вот, вот, мое самое любимое. Часто врешь? Нет. С милой рай и в шалаше? Да. Давал взятку? Давал. Когда идти? Когда я получал права на вождение. Насколько ты оцениваешь себя в сексе от одного до десяти? Восемь. Играешь в игры? Обожаю World of Tanks. Смотришь аниме? Ненавижу просто. Что для тебя харам в творчестве? Смотри, я бы так сказал. Сейчас люди меняются, да? Сейчас религия, получается, адаптируется на современность. Я бы так сказал. Типа, музыка когда-то был харам, и я думаю, что религия и современность, они всегда адаптируются. Скажем, типа, люди сейчас живут же в домах многоэтажных, а в религии нельзя, чтобы в голову человека наступали с ногой, да? Но получается, по факту, люди же живут на этажах, и религия тоже адаптируется. Даже в арабских эмиратах, в арабских странах есть многоэтажные дома. Самый обидный комментарий. Эй, бачкенэ, это значит, эй, банальщина. Платишь за друзей? Да. Почему девушки говорят, что мужики козлы? Не все мужики козлы, а козлы, которые говорят, они не умеют хорошо общаться с девушками. А ты котел? Нет, я не котел. Ты сплетник? Нет, я против этого. Что бы ты хотел сказать своим хейтерам? Спасибо большое за то, что вы есть, благодаря вам я стал популярным. Проверялся на ВИЧ? Нет. Измерял свое достоинство? Бля, кстати, интересно. Сегодня измерю. Размер имеет значение? Нет. Ты принц? Да, я принц.